Всем привет! В этом видео будет раскрыто сразу три темы. Как поменять термопасту на процессоре ноутбука, процессоре персонального компьютера, а также графическом чипе видеокарты, на примере GTX 1050 Ti. Расскажу все пошагово, а также покажу, на какие моменты по технике безопасности стоит обращать внимание при обслуживании данной техники. Итак, поехали! Начнем с замены термопасты на процессоре ноутбука. Перед тем, как приступать к замене термопасты, ноутбук необходимо полностью обесточить и отсоединить съемный аккумулятор. Если аккумулятор не съемный и расположен внутри ноутбука, то делаем это сразу при открытии крышки корпуса ноутбука. Итак, аккумулятор отключен, идем далее. А далее нам необходимо добраться к радиатору с кулером, которые охлаждают процессор и видеочип. В различных моделях ноутбуков доступ к радиатору с кулером может быть как простым, так и не очень. В результате чего могут потребоваться дополнительные манипуляции по разборке ноутбука, чтобы добраться к ним для обслуживания. Делать это лучше всего по пошаговой видеоинструкции разборки ноутбука именно вашей модели. На данный момент такие видео можно найти без проблем в YouTube. Допустим, вы проделали все необходимые действия и получили полный доступ к радиатору с кулером. Теперь нужно освободить от креплений трубку радиатора. Фиксируется она на четырех болтах. Обычно места таких креплений пронумерованы цифрами 1, 2, 3, 4. Данные обозначения расположены крест-накрест, что означает последовательность действий при их снятии. Откручивать крепление необходимо таким же образом по схеме крест-накрест, постепенно ослабляя каждый болт до полного их выкручивания. Делается это для того, чтобы нагрузка основания радиатора на кристалл процессора при снятии была равномерной. И чтобы не получить, скол какого-нибудь края кристалла процессора. Что может привести к печальным последствиям. Продолжение следует... Итак, крепления радиатора откручены. Далее, как правило, отключается питание кулера. А на самом кулере откручивается то место, где он зафиксирован с материнской платой. Теперь очень важный момент. Особенно если процессор впаянный, а термопаста задубела от старости. Признак старой термопасты это когда при минимальных усилиях трубка радиатора не снимается. Хотя его крепления полностью откручены. В этом случае ни при каких обстоятельствах не нужно прикладывать усилие и тянуть радиатор вверх, чтобы отсоединить его от процессора. В данном случае советую расшатать понемногу радиатор вправо-влево. До тех пор, пока вы не почувствуете, что старая термопаста больше не препятствует для его дальнейшего снятия. А если прилагать усилие и тащить трубку радиатора вверх с задубевшей термопастой, то можно получить микротрещины в местах пайки основания процессора с материнской платой, что может привести к печальным последствиям. Далее отсоединяем радиатор с трубкой и кулером. Если сами лопасти кулера и решетка радиатора чистые, то приступаем к чистке площадки радиатора от старой термопасты. Если термопаста на нем задубевшая, то не нужно ее отковыривать металлическими предметами. Убираем ее аккуратно палочками или спонжиками, слегка смоченными в медицинском спирте, который можно купить в любой аптеке. А если отделять термопасту металлическими предметами, то можно поцарапать медную охлаждающую пластину трубки радиатора, в результате чего теплообмен между процессором и радиатором станет существенно хуже. Итак, пластина радиатора очищена до блеска, приступаем к чистке процессора. Здесь то же самое. Если термопаста плохо отделяется, убираем ее при помощи ватных палочек, либо других ватных тампонов, слегка смоченных в медицинском спирте. Использовать металлические предметы для чистки категорически запрещено. Также обратите внимание, не торчат ли мелкие транзисторы вокруг кристаллов процессора. Если они есть и термопаста на них задубела, то я не советую их трогать и полностью удалять с них термопасту, так как есть риск того, что при чистке такие мелкие транзисторы могут отлететь. Лучше больше внимания уделить чистке кристалла самого процессора. В моем случае таких мелких транзисторов вокруг кристаллов процессора нет. Как видно, поверхность площадки процессора в моем случае абсолютно гладкая. Итак, поверхность кристаллов процессора очищена и выглядит как зеркало. После того, как вы убедились, что на кристаллах нет никаких пылинок и ворсинок, приступаем к нанесению новой термопасты. Наносим термопасту не много и не мало, в зависимости от площадки поверхности кристаллов процессора. Таким образом, чтобы тонким слоем покрыть всю поверхность кристаллов. Для удобства нанесения термопасты я обычно использую пластиковую лопатку и термопасту Arctic MX4 2019. Кстати, как не нарываться на поделку данной термопасты, я размещу ссылку на видео ниже в описании под этим видео. Если термопасты при нанесении оказалось немного больше, ничего в этом страшного нет. Ее излишки выдавятся при установке радиатора. То есть, когда пластина радиатора будет скреплена и зафиксирована с процессором. Продолжение следует... Далее фиксируем радиатор таким же образом, что и снимали. В моем случае мне сначала было удобнее подключить кулер. А далее установить основание радиатора на кристаллы процессора со свежей термопастой. При этом давить на основание радиатора не нужно. После того, как радиатор размещен, достаточно сделать несколько небольших вращательно-поступательных движений. Для улучшения сцепки основания радиатора и поверхности кристаллов процессора при помощи термопасты. После этого приступаем к фиксации радиатора на болты. Сначала слегка наживляем их, а затем постепенно закручиваем их в последовательности крест-накрест до полной фиксации. При этом туго затягивать болты не нужно и даже небезопасно для кристаллов процессора. Затягиваем болты до упора без лишних усилий. Итак, термопаста процессора успешно заменена, теперь можно приступать к сборке ноутбука. И не забывайте, что аккумулятор и питание подключаются в самую последнюю очередь. Как поменять термопасту на примере процессора своего компьютера? Рассмотрим, когда это нужно делать, как лучше ее наносить и какую. Итак, поехали! Для начала давайте разберем, когда нужно менять термопасту. На игровых компьютерах с практически ежедневной эксплуатацией делается это примерно не реже одного раза в год. Для офисных ПК от 5 лет и более, но при условии, что радиатор охлаждения кулера будет чистый. Поэтому это дело нужно периодически контролировать. Теперь, что касается самой замены термопасты. В первую очередь, необходимо обесточить системный блок компьютера, что я уже и сделал. Далее, необходимо отключить кабель кулера охлаждения процессора от материнской платы и освободить его от крепления. Данное действие можно сделать, не разбирая компьютер. Но чтобы вам было все наглядно понятно, я извлеку материнскую плату с кулером целиком. После чего, покажу уже, как его отключить и отсоединить. Итак, материнская плата извлечена. Отключаем кабель питания кулера. Обычно кабель питания фиксируется в креплении при помощи специальной защелки. Открываем защелку, после чего кабель питания без проблем отсоединяется. Далее необходимо отсоединить радиатор кулера от креплений к материнской плате. Таких креплений 4 штуки. На каждом креплении имеется рисунок с изображением стрелки. Направление стрелки указывает положение открыто, а в противоположную сторону закрыто. Вставляем плоскую отвертку в специальный разъем крепления и проворачиваем ее по направлению стрелки, чтобы его открыть. Так делаем с каждым креплением. После этого ставим все ножки креплений в верхнее положение. Если все крепления открыты, но кулер не снимается, попробуйте его аккуратно пошевелить в разные стороны. Такое может быть, если термопаста давно не менялась, и она могла сильно засохнуть. Также проверьте с обратной стороны материнской платы, все ли основания ножек 4 креплений освободились от фиксации. После чего снимаем радиатор с кулером без каких-либо усилий. Переходим к осмотру старой термопасты. Последний раз я менял термопасту процессора примерно полгода назад. Так как у меня компьютер игровой и для работы, он у меня работает практически ежедневно. Как видно, термопаста на нем и радиаторе уже начала понемногу подсыхать и терять свою вязкость. Удаляем старую термопасту начисто, как с поверхности радиатора кулера, так и с поверхности крышки процессора. Перед этим при необходимости почистите сам радиатор и лопасти кулера от запыления. Обычно для удаления старой термопасты я использую сухие салфетки. Если старая термопаста задубела и плохо оттирается, то можно воспользоваться медицинским либо изопропиловым спиртом. Итак, старая термопаста очищена. Приступаем к замене термопасты. Обычно для этого я использую довольно популярную и проверенную временем термопасту Arctic MX-4 2019. Данная термопаста по своему качеству и охлаждающим характеристикам отлично зарекомендовала себя на рынке компьютерной техники. Кстати, как отличить подделку от оригинала при покупке данной термопасты, я оставлю ссылку в описании под этим видео. На сегодняшний день существует масса способов нанесения термопасты. Лично я наношу термопасту следующим образом. Не на поверхности крышки процессора, а равномерно распределяю ее по всей гладкой круглой области основания радиатора, которая будет контактировать с крышкой охлаждения процессора. Наносить термопасту нужно немного и немало, тонким слоем. Обычно я использую для этого пластиковую плоскую лопатку. Итак, свежая термопаста нанесена. Крепим обратно радиатор с кулером к процессору на материнской плате. Для этого уверенными движениями размещаем одновременно все ножки крепления радиатора в отверстиях для них на материнской плате. Утапливаем их и ставим все крепления в положение закрыто, проворачивая их по часовой стрелке. При этом с обратной стороны материнской платы убедитесь, чтобы все четыре ножки радиатора после этого были зафиксированы. А сам радиатор не болтался и сидел как влитой. Далее подключаем кабель питания кулера к материнской плате. И в моем случае мне необходимо еще вернуть обратно материнскую плату в системный блок компьютера. А так в принципе процесс замены термопасты процессора можно считать завершенным. Как поменять термопасту на видеокарте и что для этого нужно знать. В качестве примера все действия я буду показывать на своей видеокарте GTX 1050 Ti. Для начала необходимо снять корпус видеокарты и освободить его от основания платы. В моем случае корпус с кулерами крепится на четырех болтах. Выкручиваем их. После чего отключаем от платы кабель питания кулера. Далее необходимо отсоединить радиатор охлаждения кристаллопроцессора на плате видеокарты. Для этого в центральной части платы откручиваем четыре крепления. Лучше делать это крест-накрест. Постепенно. После чего снимаем радиатор охлаждения. Итак, разборка для замены термопасты на видеокарте произведена. Приступаем к замене термопасты. Для начала очищаем старую термопасту на кристалле графического процессора до зеркальной чистоты. Для очистки я использую сухие салфетки или спонжики. Перед тем, как приступать к очистке старой термопасты, есть очень один важный момент, который может вывести видеокарту из строя после замены термопасты. Речь идет о крошечных транзисторах, расположенных вокруг кристаллопроцессора. Если на них имеется старая термопаста, то не надо их очищать от нее. Они запросто от этого могут отлететь, так как пайка у них очень слабая. Уделите внимание лучше самому кристаллу процессора. Итак, очищаем кристалл процессора. После чего очищаем радиатор охлаждения от старой термопасты. Далее наносим свежую термопасту. Как обычно, для этого я всегда использую термопасту Arctic MX4. Наносим термопасту равномерно тонким слоем по всей поверхности кристалла. Не нужно ее мазать как масло и чтобы она растекалась. Делаем все без фанатизма. Итак, свежая термопаста на графический кристалл нанесена. Собираем все элементы видеокарты в обратном порядке. Продолжение следует... Кому было полезным и понравилось данное видео, поддержите его лайком и подпиской на канал, не забыв нажать на колокольчик. До скорых встреч на моем канале и всем пока!